всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященный вязанию напомню мы с вами вместе сейчас дружно прям вот в данный момент вяжем кардиган кардиган с погону и в целом сегодняшнее видео она не запланирована она будет недолгим совсем такой экстренный выпуск а связано это с тем что во первых я обнаружила один интересный нюанс и для тех из вас кто возможно уже продвинуться достаточно глубоко кто уже много связал возможно для вас это будет полезно возможно вы еще в остановитесь и вовремя еще сможете переделать те моменты на которые я сегодня обращу ваше внимание казалось бы такие незначительные детали но совершенствование предела правда так далее я отвечу на два поступивших вопроса по поводу пряжи и по поводу того как же все-таки высчитать количество петель на спинку выяснилось что к сожалению не всем зрителям это понятно не все зрители в общем-то разбираются об этом вопросе и так вы видите да я уже продвинулась достаточно далеко я уже связала полностью второй участок тот участок где мы с вами наращивали рукав делали прибавления в лицевых рядах вот здесь вот внутри рукава внутри рукава все я остановилась далее я вязать уже таким способом не буду перейду к вязанию третьей части если вам скажем так не очень понятно на какой точке нужно остановиться вы для себя до конца не определились с высотой проймы тогда скажу вам что в учебниках по вязанию вот конкретно эта техника описывается очень просто упрощенно 3 участка 3 нам только предстоит помните мы разбирали на схеме когда мы будем вязать как в обычном реглане прибавки со всех сторон полотна так вот три участка и все три участка должны быть одинаковые длины но это конечно в идеале в жизни происходит несколько иначе потому что у нас у всех вот здесь вот отличается ширина рук у нас отличается ширина и длина плеч ну то есть это все такие вот детали на которые конечно же нужно обращать внимание их учитывать у меня получилось вот здесь вот по линии на спинке я взяла сантиметр сантиметром я замерила вот вдоль кромки погона я замерила длину до момента начала вывязывания рукава до до того момента когда мы с вами приступили к прибавлением внутри рукава вот вот эта длина у меня составила 12 сантиметров затем я замерила какова же длина у меня вот этой полосы да ну тоже естественно со стороны рукава вот этой вот кромки которая уже который уже смотрит вниз вертикально вниз она у меня получилось 13 сантиметров все я приняла решение что останавливаюсь потому что подмышечная впадина у меня уже заканчивается так же как и у матильды на этом уровне и далее с помощью вывязывания третьей части мы с вами расширим полотно во первых спереди полочка расширится а во вторых мы расширим спинку если третью часть я свяжу такой же длины как и вот эти два участка тогда во первых у меня получится удлиненная линия проймы то есть достаточно свободно будет в области рукава во вторых у меня увеличится конечно же полотно как спереди так и со стороны спинки а мне честно говоря этого бы не хотелось меня очень устраивает ширина спинки которая получается уже на данный момент поэтому я ее конечно же увеличу за счет вывязанной третьей части но третья часть у меня будет короткая и так здесь получилось 12 сантиметров конкретно у меня у вас другие цифры вот здесь у меня получилось 13 сантиметров ну и третью часть я приступлю к вывязыванию третьей части в следующем видео мы с вами вместе повяжем я все покажу но я планирую связать в районе 8 сантиметров буду примерять буду примерять и смотреть как это смотрится в итоге на мне мне хотелось бы ответить на вопрос по поводу этой пряжи как называется эта расцветка напомню я вижу из пряжи от троицкой фабрики называется на шотландский твит вот как выглядит эта пряжа в матке у меня пять мотков если конечно же мне не хватит я отправлюсь заново в магазин шотландский твит 360 метров на 100 граммов приходится и цвет называется меланж все ну и вот номера нет ну а теперь собственно основная причина этого экстренного видео когда я была в магазине и выбирала пряжу для этого проекта вы знаете я как-то обезьяна из анекдота оказалась сложной жизненной ситуации стояла перед полками и не знала как мне быть в прямом смысле и налево и направо разорваться и к умным и красивым дело в том что вот эта пряжа вот этот моточек он настолько независимо благородно себя вел на полке что привлёк мое внимание очень очень красивая расцветка ним невообразимо красивая расцветка здесь бордо с таким знаете светло-светло горчичным даже немножечко что-то такое вот лаймовое но в общем это очень сложно передать словами описать словами потому что колористическое решение здесь невероятно необычное и красивое но рядом с этим красивым благородным мотком был еще один вот такой вот который вел себя совершенно иначе он знаете так вальяжно пристроился рядом и очень-очень недвусмысленно мне подмигивал но как можно было мне даме не отреагировать на такие призывы на такие знаки внимания смотрела я на них смотрела на одного на второго на одного на второго и решила ладно так уж и быть будет у меня два кардигана и собственно говоря вместе с вами одновременно я вижу не один кардиган я вижу их вот параллельно у меня идет работа камера обманывает сразу говорю цвет вам сейчас показывается более ядреный более плоский более примитивных жизни это приглушенный красивый пыльно-сиреневый здесь цвет фуксия вот пока я вижу фуксию а в реальности это здесь больше сирени чем розового называется этот цвет если кому-то интересно если кому-то интересно то цвет этот называется цикламен вот тоже цвет меланж цикламен там была еще фуксия в наличии расцветка но она мне показалось уж больно яркой повторю камера обманывает так вот собственно говоря что я хотела вам рассказать как ни странно две пряжи один производитель один естественно размер пряжи все казалось бы должно совпадать но наверное вы неоднократно слышали истории когда одна и та же пряжа в разных мотках отличается причем отличается как тактильно так и разумеется в полотне вот вы знаете это тот самый случай да понятно есть масса объяснений например разные красители используются при производстве пряжи да то есть разный химический состав он по-разному влияет на волокна возможно истончают какие-то химические ингредиенты истощают волокна тут надо просто быть очень очень глубоко в теме нужно понимать технологический процесс чтобы но хоть какое-то логическое объяснение этому найти но факт остается фактом вот я вяжу из одинаковой пряжи я вижу два кардигана и вот этот на ощупь пожестче не колючие нет ощущение не колючие а именно знаете вот жестковатая более плотная пряжа вот это помягче и однозначно лучше драпируется вот даже вот тактильно я ощущаю что вот она податливее мягче мало того когда я натягиваю нить при вязании мне на но объективно она мне кажется тоньше правда я не выдумываю я сравнивала я пыталась провязывать петли и от 1 до 2 вот визуально кажется что вот эта нить цвета глициния она объемная правда она во-первых ровнее посмотрите какая у нее крутка и кажется что она объемнее а по факту она тоньше вот и результат вязание отличается чуть-чуть буквально вот если глазомер у вас хороший да наработанный вы много с пряжи работаете то вы это заметите чуть-чуть отличается плотность и по-разному вот это самый-самый важный момент о котором собственно говоря я и хотела вам рассказать и собственно это и является причина создания этого видео самый главный момент по-разному смотрятся прибавки вот правда если вы будете работать с этой пряжей строицкой либо вы возьмете какую-то другую пряжу то я вам настоятельно рекомендую попробуйте разные варианты прибавок в мастер-классе я вам показывала прибавки как вы помните да с наклоном влево с наклоном вправо вот здесь вот вот здесь они смотрятся вот на этой пряже они смотрятся ну я не хочу себя нахваливать но давайте так они смотрятся приемлемо давайте так да то есть смотрятся приемлемо точно так же на этапе вывязывания уже вот второй мастер-класс да второе видео было мы с вами приступили к вязанию второй части наращивали рукав здесь мы тоже так же делали прибавление влево вправо посмотрите логично хорошо смотрится петли ни в коем случае никак не не гуляют не прыгают не танцуют да то есть в общем то замечаний к полотну нет теперь давайте посмотрим сюда вот связан первый участок точно таким же способом прибавления идут с наклоном соответственно относительно погона на все прибавки смотрят в сторону от погона вот здесь вот на участке когда в каждом ряду это прибавление все в порядке у меня никаких замечаний вопросов а вот здесь далее мне очень не нравится как это пряжа более тонкая казалось бы вот ну прям вот незначительно глаз практически этого не замечает исключительно вот тактильно на ощупь она более тонкая и посмотрите посмотрите какой разгуляй какие танцы пляски начались у петель кромки рукава здесь на вот этом этапе вот видите вот прямо пляски такие вот волны это петли как я и показывала мастер-классе с наклоном влево с наклоном вправо надеюсь что так вам будет лучше посмотреть видите видите мне это категорически не нравится я намеренно не стала распускать я решила вам это показать но конечно же сейчас я буду это все распускать и перевязывать мне это не нравится далее когда я поняла что меня это категорически не устраивает что видите вот петельки с наклоном они как бы тянут за собой дужку петли получаются вот такие вот некрасивые прибавления я перешла на другой способ прибавлений вот он прям четко видно да вот ровные уже пошли кромочные вот эти петельки рукава здесь я пошла здесь я перешла на прибавку с помощью перекрещенного накида вяжется это очень просто сейчас я вам покажу все равно я это буду распускать поэтому покажу вот в любом месте очень просто вот так вот накидываете петельку перекрещенный накид и дальше вы вяжете полотно там по рисунку то есть вы ввели петельку в полотно когда я стала делать вот эти вот перекрещенные накиды то вот эти вот пляски половецкие прекратились вот вы видите да вот закончились и дальше кромочка у рукава пошла ровненькими ровненькими стройными рядами стройные петельки и в общем то так что вот хозяйки на заметку надеюсь это полезная информация посмотрите присмотритесь внимательно устраивает для вас как смотрится кромка у рукава и если не поздно если вы еще не очень много связали то я рекомендую вам распустить и перевязать вот таким вот способом потому что я однозначно буду вот конкретно вот в этом кардигане я буду переделывать этот участок к этому кардигану у меня вопросов нет тут такого рода прибавки смотрятся я между с наклоном влево с наклоном вправо тут такого рода прибавки смотрятся вполне приемлемо вот вот казалось бы да незначительная разница пряжи такой результат ну и также поступил еще один вопрос он касается расчета пети для горловины на спинке и я подумала что возможно вам кому-то из вас тоже эта информация будет полезна возможно вы тоже затрудняетесь с этим вопросом давайте разберемся вместе и так представили что вот это вот наша спинка мы с вами делаем замер ширины спины в той точке которая вас интересует где вы хотели бы чтобы начинался вылезть возможно кто-то любит высоко до что прям притык притык горлышку и там даже место на отделку не остались на планку а кто-то наоборот возможно предпочитает чтобы был некий отступ и было ощущение свободы знаете такого ускользающего не спадающего кардигана теперь мы берем сантиметр и замеряем ширину спинки от середины плеча от центра до берем прям по центру плечо где у нас бы проходила линия шва и замеряем ширину спинки до центра второго плеча ну к примеру пусть здесь у нас с вами получится ну абстрактную беру цифру например 17 сантиметров далее наша задача для себя определить какой ширины у нас будут погоны здесь как я и говорила в самом начале первом видео это исключительно результат вашей фантазии ваших придумок ваших предпочтений хотите широкий хотите узкий сами для себя определяете каким будет этот погон ваш будущий например давайте давайте решим что у нас он будет шириной 4 сантиметра до 4 сантиметра так но так как мы только что сделали замер от середины плеча то соответственно мы захватили часть погона получается что часть погона сантиметрах она уже у нас в этих 17 присутствует значит что мы делаем погон у нас соответственно равномерно спереди равномерно сзади да то есть 4 сантиметра мы делим на 2 почему на 2 потому что одна половинка это передняя часть которая нас сейчас не интересует мы же работаем со спинкой и два сантиметра это вот вот эти два сантиметра которые здесь уже содержатся с обеих сторон 4 сантиметра разделить на 2 получается 2 значит здесь два сантиметра и здесь два сантиметра 2 потому что у нас плеча значит два сантиметра это у нас 1 2 например левого плеча лп плюс 2 сантиметра это 1 2 правого плеча пп 2 плюс 2 равно 4 вот эти 4 сантиметра мы должны вычесть из 17 почему потому что мы вот эта вот часть погона мы ее будем набирать изначально то есть это те петли тот участок который у нас не будет нарастать мы сразу на дополнительную нить сразу для установочного ряда их наберем наша задача рассчитать вот это количество петель которые потом будет нарастать с помощью будущего ростка 17 сантиметров общей ширины спины отнимаем половины двух погонов получаем 13 сантиметров теперь нам с вами нужно понять что такое вот эти 13 сантиметров сколько в них петель находится для этого вы берете свой образец берете сантиметровую ленту либо линейку прикладываете и смотрите сколько петель у вас приходится на один сантиметр у меня приходится вот давайте с 4 до 5 посмотрим у меня приходится три петли вот прям четко раз два три в одном сантиметре три петли прекрасно фиксируем один сантиметр полотна это у нас три петли значит что мы делаем мы определяем сколько петель у нас в 13 сантиметрах вот в этих значит мы что три петли умножаем на 13 сантиметров и что мы получаем 39 петель убоги я сама не верю я это посчитала сходу для меня это конечно подвиг 39 петель нас не очень устраивает потому что это нечетное число а мы с вами будем работать с одной половиной спинки и с другой половиной спинки поэтому я предлагаю это дело округлить до четного числа почему в большую сторону не в меньшую ну потому что всегда лучше посвободнее чем впритык согласитесь лучше пусть будет посвободнее чем узковато хотя это незначительно но вы пожалуйста не заблуждайтесь это не есть те 40 петель которые у нас вот здесь вот будут при первоначальном наборе нет потому что сюда уже заложены петли ростка те петли которые в будущем только появятся мы их с вами только потом свяжем когда будем туда-сюда вот так вот гонять лицевые снаночные ряды будем разворачиваться помните такое веселое занятие у нас с вами было в первом мастер-классе вот нам нужно теперь понять сколько же этих петель отсюда нам нужно вычесть для этого мы с вами определяем высоту ростка точно так же как вы для себя определяли ширину погона на ваше усмотрение по вашей фантазии точно так же вы для себя определяете высоту ростка у всех у нас она разная естественно но как я и говорила существуют стандарты для взрослых людей у меня росток составил два с половиной сантиметра но в целом три сантиметра тоже совершенно нормально приемлемая высота для взрослого человека да если у вас нет вот здесь вот выступа большого в виде холмика сзади на спине то три сантиметра к примеру да к примеру я беру абстрактные цифры вы же понимаете итак теперь возвращаемся к нашему образцу переворачиваем образец на изнаночную сторону и определяем сколько рядов у нас приходится на один сантиметр ну давайте посчитаем раз два три четыре чудесно ну по крайне мере я вижу четыре под давайте допустим посчитаем от четырех до трех да вот смотрите раз два три четыре четыре ряда у нас приходится на один сантиметр эту циферку тоже нужно зафиксировать значит в одном сантиметре высоту у нас 4 ряда то есть в одном сантиметре по горизонтали у нас три петельки ну конкретно не у нас а конкретно у меня на моем полотне а высоту 4 ряда теперь что мы делаем 3 сантиметра это высота ростка мы ее умножаем на 4 ряда и что мы получаем 12 рядов 12 рядов у нас с вами займет росток то есть у нас с вами будет 6 лицевых рядов и 6 изнаночных рядов до вспоминаем в каждом ряду в лицевом мы будем делать с вами две прибавки возле погона помните когда мы вязали с вами уже в первом мастер-классе для тех кто уже прошел этот этап прибавление вот вот здесь и вот здесь в одном ряду а потом когда мы развернемся при вязании ростка мы снова сделаем в изнаночном ряду прибавление здесь и здесь потом развернемся на лицевой ряд и снова сделаем прибавление вот здесь и вот здесь то есть в каждом ряду у нас по две петли один ряд равно две петли значит мы 12 рядов которые у нас получились это вот те ряды которые идут на росток мы умножаем на 2 и что мы получаем 24 то есть 24 петли что это такое это те самые петли ростка которые у нас возникнут в будущем мы пока их про них не знаем они у их у нас пока при наборе не будет соответственно от вот этих 40 петель которые у нас получились вот мы с вами рассчитывали в самом начале до ширину спинки отнимали ширину погода вот у нас получили 40 петель от них мы отнимаем 24 минус 24 получаем 16 петель который мы должны с вами изначально набрать у меня напомню было 18 петель при наборе я пришла к своим 18 петлям с помощью примерок надо сказать и конечно расчеты тоже но и с помощью примерок надеюсь что это понятно надеюсь что это несложно и когда мы с вами будем набирать петельки мы так и будем считать первую кромочную наберем вот так точнее напишу петля одна петля кромочную затем мы наберем с вами петли на погон у нас на погон с вами было отведено 4 сантиметра до 4 сантиметра 3 петли 4х до 3 это получается 12 то есть у нас будет на погон отведено 12 петель 12 петель на погон 4 сантиметра 3 петли в одном сантиметре 12 затем мы наберем вот эти 16 петель которые только что рассчитали это 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 спинка 16 петель чудесно дальше мы наберем снова 12 петель на второй погон и одну петельку для будущей полочки вот таким образом друзьям и изначально можно рассчитать количество петель для выреза головины на спинке и для того сколько а также сколько петель всего вам набрать на 1 установочный ряд надеюсь что я смогла объяснить но более-менее внятно и понятно да конечно вы знаете наверняка знаете что существует другой способ когда вы берете за основу обхват всей шеи затем делите его на пополам и затем с помощью вот этих же самых высчитываний ростка вы петли со стороны спинки переносите на петли передней части но это актуально в том случае если вы будете вязать изделие по кругу с вырезом круглым спереди вот тогда это актуально а так как мы с вами вяжем так сказать v-образный вырез да еще и не просто вы а ломаный то по большому счету нас в первую очередь интересует вот эта вот цифра они то что получится нас спереди надеюсь что я объяснила понятно но как я и говорил предыдущих видео если вдруг у кого-то какие-то сложности возникают пожалуйста не стесняйтесь пишите мы сразу же по ходу будем их вместе с вами пытаться решить преодолеть и конечно же обязательно вместе справимся на этом все прощаемся с вами ненадолго скоро продолжим совместное вязание всем желаю успехов пока а